Идеальная свадьба В студии с вами Вадим Ансуков Каждая пара мечтает о том, чтобы их свадьба была самой лучшей, самой веселой и запоминающейся, одним словом, идеальной свадьбой И гости в нашей студии знают секреты и приемы, как можно сделать свадьбу идеальной Кстати, если совсем скоро у вас юбилей, праздник или свадьба, то обязательно заходите на свадебный портал свадебка.ев Там вы найдете множество контактов свадебных специалистов, а также места для проведения вашей свадьбы или праздника Сегодня в гостях у нас Жанна Гронквист, флорист и собственник цветочного магазина Лили Делл Жанна, здравствуйте! Здравствуйте, очень приятно быть в вашей студии Жанна, скажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь свадебной флористикой? Свадебной флористикой я занимаюсь всего несколько лет Начинали мы всего лишь с доставки цветов Заказы принимались через социальные сети Это было все, ну, это до такой степени затянуло Это так здорово, это замечательно Это интересно, это каждый раз, что знаю что-то новое У вас есть постоянный цветочный магазин Да Где вы продаете цветы Но и в то же самое время вы там можете принимать в гостях невест, которые приходят и хотят сделать заказы свадебной флористикой? Да, это очень удобно Особенно, когда девушки приходят, я могу на них посмотреть, могу дать какие-то рекомендации Обсудить Это очень важно Дорогие девушки, пожалуйста, уделите больше внимания такому аксессуару, как свадебный букетик На самом деле, я могу сказать по своему опыту Бывают такие ситуации, что этот маленький аксессуар Он может как испортить ваш вид Так и исправить Так и исправить Поэтому лучше, пожалуйста, обращайтесь к специалисту, который вам действительно подскажет Какой формы букетик, какие цветочки он туда поставит Жанна, скажите, пожалуйста, за какое время оптимально невесте обратиться за свадебным букетом? За неделю, за месяц до свадьбы? Ну, конечно, желательно за месяц Это был бы самый идеальный вариант Просто, чтобы заказать цветы для букета Чтобы выбрать форму букета Желательно, конечно, побольше времени Понятное дело, что бывают ситуации, когда Ну, вот две недели до свадьбы Ну да, это постмажор Постмажор, да, осталось до свадьбы Конечно, тоже можно что-то предпринять Да, в этом случае Вы всегда встречаетесь с невестами? И вообще нужна эта такая личная встреча, когда девушка приходит к вам Вы зовете ей какие-то вопросы Как вы выясняете, какой девушке нужен букет? И какой именно букет будет именно для этой невесты? Да, я всегда встречаюсь с невестами У меня не было ситуации, чтобы заказывали По телефону По телефону или через e-mail Или каким-то другим способом Очень просто, потому что я должна встретить человека Я его вижу Это как бы, да, давайте говорить, что, допустим, там вес, рост Это все влияет на то, что будет у девушки в руках Поэтому, да, личная встреча обязательно На тот момент, когда невесты к вам обращаются У вас уже есть опыт работы именно с свадебной флористикой У них уже есть какие-то понимания, какое будет платье Какая будет локация, где у них будет происходить свадьба Это все тоже оказывает влияние на то, какой цветок Какие цветы, какие растения будут в свадебном букете, который вы сделаете? Да, конечно, потому что девушки уже выбрали свадебное платье Оно будет быть как цвет шампань, так и чисто белым Или какие-то другие цвета Естественно, надо подобрать букет соответствующей платью Соответствующей девушке, чтобы он украсил ее, а не испортил ее образ Свадебный букет должен гармонировать и сливаться с общим образом невесты? Или наоборот, он может быть таким ярким цветовым пятном? А, нет Букетик должен подчеркнуть достоинство Ну, или скрыть какие-то недостатки девушке Яркое пятно, оно будет отвлекать внимание Перетягивать на себя внимание, да? Да, поэтому Это такое дело очень серьезное Вы делаете какие-то пробные, я не знаю, букетики составы растений, составы цветочек Вот, когда приходит, допустим, к кондитеру и не знает невеста, какой взять торт Кондитеры делают такие пробники, да? И она пробует вкус и говорит Да, вот мы возьмем шоколадный торт, или мы возьмем там банановый или творожный торт Как у вас происходит работа? Вот, раскройте секрет своей творческой кухни К сожалению, во флористике девушки очень мало уделяют этого внимания Не так, как к тортику, или к платью, или к прическе, или к макияжу Конечно, было бы идеально, если бы был заказан пробный вариант букетика То есть вы думаете, что у нас в Эстонии мало, да, внимания? К сожалению, мало К сожалению С чем это связано, как вам кажется? Ну, ведь все смотрят, есть Интерест, есть Интернет, люди смотрят, и невесты смотрят какие-то, составляют мудборды, то есть такие картинки Ну, вы знаете, мне кажется, наши девушки настолько переживают за столь ответственный день в своей жизни Мы же все выходим раз и на всю жизнь за человека, которого любил Может быть, это волнение, может быть, это какие-то другие ситуации Ну, к сожалению, почему-то, да, оставляют это на самый последний момент Финансовая составляющая, насколько важна в этом деле? То есть, может быть, девушки не уделяют внимания свадебной флористике букету в том числе из-за того, что там жалко денег? Или нет бюджета на это? Ну, можно составить и букетик бюджетный, он будет очень красиво подчеркивать стоимость девушки Ну, конечно, хотелось, если у вас неограниченный бюджет, это просто полет фантазии На самом деле это здорово, но все-таки не забывайте про букетик Если мы говорим о разбросе цен, я понимаю, что мы сейчас не можем сказать какие-то конкретные цены Но вот мы начинаем, ну, более-менее достойный свадебный букет От какой суммы будет, если вы делаете букет? Более достойный? Ну, мне кажется, все-таки в районе... Вы хотите, чтобы я назвала цифры? Примерную вилку, разброс цен, допустим, свадебного букета, начиная от 25-40-60 евро? На данный момент, учитывая все издержки и повышение цены Нам никуда от этого не деться, к сожалению, и во флористике это есть В районе 60 евро уже можно что-то сделать очень приличное И вам проще, и удобнее, и, может быть, ну, я не знаю даже, как сказать Комфортнее работать, когда невеста уже приходит и показывает вам какие-то картинки Вот мы хотим вот такой букет, или она говорит, Жанна, я отдаю вам на откуп, сделайте что-нибудь Как чаще происходит? Чаще мне дают на откуп Говорят, Жанна, сделайте как хотите Да, мне просто нравится То есть это классно? Конечно, это же просто потрясающе Естественно, я как бы форма букета и какие-то цветы мы оговариваем Просто чтобы девушка не была шокирована, может быть, что-то такое вообще невообразимое Как муфточка или, допустим, сумочка вместо букетика В основном девушке, да, мне доверяют Какие ваши любимые цветы, которые вы включаете всегда в свадебный букет? Ну, старайтесь включить Полевые Полевые? Да, это же потрясающе Это же здорово, это что-то, это вообще, это что-то новое Это же эко-стиль, это... Они прекрасны К розам, гвоздикам И устаме Уже все привыкли Это как-то уже так обыденно А вот полевые цветы Это романс Это ваша любовь? Да Я обожаю любые букеты Именно с полевыми цветами Как происходит создание этих букетов? Вы идете куда-то в поля, в леса и сами срываете эти цветы? Или точно так же на базе можно заказать как тюльпаны, так и все эти вот растения, которые цветы произрастают у нас на лугах? Для свадебной флористики, конечно, лучше заказывать Потому что эти цветы выращиваются в Голландии по определенным технологиям И эти цветы, они стойкими Потому что она растет у нас в полях Долго не выстается Да, к сожалению Но они тоже прекрасны И если, допустим, сделать какое-то оформление И использовать эти цветы Почему нет? Это же потрясающе Вы как раз предвосхитили мой вопрос Я хотел сказать, что полевые цветы Это шикарно и хорошо в летний сезон Но когда свадьба, допустим, зимой или осенью Когда цветов уже нет у нас Они не растут, уже отцвели То как раз вот есть вариант Что вы заказываете все на базах Там есть не только пионы и георгины Но и полевые цветы тоже А любой цветок можно заказать Единственная стоимость этого цветка Может быть по крыле самолета Но возможно также использовать и сухоцветы Это эко-стиль Это модно Это набирает обороты Почему бы и нет? И это очень интересно смотрится Учитывая, что зимой у нас перепады температуры И девочки все равно хотят фотосессии И минус 5 Но цветок не выживет Любой живой цветок Он просто не выживет Он превратится в лед А хочется иметь фотографию зимой В этом случае Почему бы и не использовать сухоцветы? А это прекрасно Скажите, а вы используете сухоцветы В своих букетах, когда делаете их зимой или осенью? Да, конечно Мы используем сухоцветы Это довольно-таки интересно Это необычно Даже возможно использовать стабилизированные розочки Которым тоже абсолютно ничего не будет Ни на морозе, ни в жару Поэтому букет смотрится шикарно Жанна, откуда вы черпаете вдохновение для создания букетов и идей, вообще тренды? Откуда вся эта информация поступает? У меня замечательный преподаватель, мастер-гуру Павел Горбенко, московский флорист Он довольно-таки известен уже и в флористических кругах Эстонии Потрясающий человек Я постоянно не прекращаю учиться у него Это просто складесь идей Которые может и направить, и также отругать Если какие-то ошибки То есть у вас идет сейчас постоянно обучение онлайн И вы проходите семинары Павла? Да, постоянно Это просто невозможно прекратить у него каждый раз что-то новое Новые идеи Касаемо свадебной флористики Касаемо сезонной флористики Это всегда интересно Удивительно, что мы обычно привыкли, что свадебной флористикой И вообще цветочками, цветами занимаются больше женщины, нежели мужчины И здесь опять разрыв шаблона Что мужчины хорошие повара, но и мужчины, получается, хорошие флористы Они обалденные А в чем отличие подхода мужчины-флориста от женского подхода флориста? А вы знаете, мужчины и женщины видят по-разному Они даже по-разному видят цвет Ну да, говорят, мужчины плохо видят цвет То есть нет этих переходов, мы не понимаем Нет, все они замечательно видят И довольно-таки лучше, чем мы девушки И поэтому они могут создавать Они видят это все как-то комплексно А мы все-таки более сдержаны во своем восприятии Поскольку вы обучаетесь у Павла Вот вы можете рассказать нашей аудитории О каких-то тенденциях, именно связанных с теми же самыми свадебными букетами В наступающем 2022 году свадебном Что будет популярно? Что будет на пике? Что будет бомбой? Я думаю, что это будет американский тип букета Это растрепыш Это не вот это маленькое Растрепыш, это что такое? Это такой букетик Он небольшой, но он очень легкий И он с направлениями, он с линиями То есть довольно-таки интересный Он не просто, как мы привыкли к маленьким, кругленьким Вот этим вот шапочкам, шляпочкам Он интересней И также я думаю, что эко-стиль Он останется и будет набирать обороты То есть те же самые полевые цветы? Я думаю, что так же будут использоваться и сухоцветы Ландыши Вы любите ландыши? Потрясающий цветочек для свадебного букета Ну да, если свадьба весной Или в любой сезон можем получить ландыши К сожалению, с Голландией только весной Только весной прикольно будет Да Скажите, а как часто невесты, помимо того, что заказывают букет невесты Еще заказывают и бутоньерку своему жениху? А где-то 50 на 50 Ну, конечно, хотелось бы, чтобы девушки не забывали про своего любимого человека И заказывали также и аксессуары для него На что тоже стоит обратить внимание Это обязательно посмотреть на костюм В каком костюме будет ваш жених И хотя бы фотографию взять с собой Также было бы здорово, если бы учитывался Вообще замечательно, когда оба приходят И мужчина, и девушка Пара, будущая ячейка общества Просто дело в том, что иногда бывают такие ситуации Что девушка небольшого роста И, допустим, пухленькая А молодой человек высокий И худощавого телосложения Даже тот же самый букет невесты Очень нужно Очень было бы хорошо, если бы Я вот даже и не знал об этом Потому что, то есть, даже вот пропорции тела влияет на то, какой будет букет Да, даже это лучше Как бы учитывается Скопенсировать Да, да, да То есть, чтобы не было такого развала Также можно использовать Не только украшения в качестве ботанерки для мужчины А что еще можно сделать? Также аксессуары какие-то Браслетики Это можно цветочки, волосы Мужчинам? Нет, женщинам А, я подумал, что Такая новаторская идея Жених украшен цветочками в волосах То есть, мы сейчас говорим как раз О каких-то аксессуарах цветочных Которые невеста может использовать Да И что вы делаете? Вы можете вплести цветочки живые в волосы Да, возможно, делать цветочки живые в волосы Что еще? Это, конечно, было бы хорошо Меня познакомить с вашим парикмахером Который будет делать вам прическу Также можно какие-то браслетики сделать Также можно какие-то аксессуары на шею Все, конечно, зависит от того, какое будет у вас платье И от вас И от ваших пожеланий Мы очень много поговорили о свадебном букете невесты Мы поговорили немножко о бутоньерках для жениха Но вы ведь делаете еще и комплексное решение для украшения машин Насколько я понимаю Да И плюс еще украшение зала И Как строится работа здесь? То есть, пара приходит и должна показать вам фотографию машины Или фотографию зала Как это происходит? Да Желательно, конечно, чтобы мне за какое-то время Хотя бы в неделю, за две Принесли свое решение Какая машина будет марка Не обязательно фотографию Но хотя бы марку Чтобы я могла видеть, как ее возможно украсить Тогда какие-то варианты украшения машины Я присылаю им И также идет обсуждение Что им нравится, что им не нравится Что касаемо зала Естественно, там за определенный Когда уже жених с невестой выбрали Где будет помещение Желательно мне об этом сообщить И дать контакт человеку Который отвечает за зал Чтобы у меня был доступ Потому что помещения бывают квадратные Бывают круглые Бывают какой-то нестандартные формы Чтобы его украсить Тоже нужны определенные навыки Мы не поставим квадрат в круг Правильно? То есть это будет Ну, совсем Нелогично смотреться Не то, что даже нелогично Это будет Дурной тон Мовитон Дурной тон Как бы хотелось все-таки Если у вас Конечно, хотелось бы Все, чтобы было идеально Естественно, понятно Что не все Обладают какими-то Неограниченными возможностями По бюджету Естественно, можно подобрать Какие-то определенные цветы Опять же, летом Это мои люди Полевые То есть все Можно решить И украсить довольно-таки Держательно, но со вкусом И очень красиво Чтобы это смотрелось Вы советуете Молодым парам Вот обращаться к одному Флористу Чтобы от одного флориста Был заказан и букет И бутоньерка И украшение машины И общий декор зал Да Желательно Потому что Почему? Вы знаете, даже Вот два флориста делают Один и тот же букет С одного и с того же состава Получается Абсолютно два разных букета Поэтому, если вы обращаетесь К флористу Которому вы доверяете Уже лучше доверить ему полностью А весь комплекс задач Которые Вы перед ним ставите Потому что Если вы берете Как бы флориста И так же Как сейчас Очень модная профессия Флорист-декоратор Да То есть Это уже Может произойти Какой-нибудь Такой Столкновение Да Да Это может быть Получиться Совсем Не очень красиво В результате Сколько времени Нужно для украшения Ну скажем так Стандартного зала Свадьба человек на 50 На 60 По времени Сколько вы будете Вот все это украшать Там час Два Три Сутки А вы знаете У меня замечательная команда То есть вы не одна работаете Нет У меня замечательные девочки Которые Мне всегда готовы помочь Естественно можно Ну Желательно конечно Чтобы Ну хотя бы полтора часа У нас было Ну это очень мало Это прям так вот Вы быстро-быстро Все успеете сделать Ну мы делаем Какие-то заготовки Допустим Так же Из зелени Или Цветов Или цветов Не ну цветы Как бы уже ставятся В последнюю очередь Поэтому можно успеть Все Но желательно конечно Побольше Орежение Вы работаете С цветами Которые дарят Молодым парам Гости Увы Нет Нет В чем причина Причина в том Что некоторые флористы Так используют Да-да-да Причина именно в том Что машина Это ветер Это дождь Это непогода Это Не тот свет Не тот Не та тональность Или еще Какие-то Нюансы Которые там Могут быть Не свежий цветок И так далее Поэтому За счет того Что у меня Как я владелец Магазина Я могу Более приятную цену Для молодых жен Предложить И то есть Они Ничего не проиграют Если Закажутся Это как раз Экономия на спичках Которые Проком выйдет Да Поэтому Как бы Я не советую Так делать Фото зоны Вы тоже Оформляете Ведь сейчас Это такая Модная Фишка Модный Тренд Когда делаются Специальные места Где молодожены И гости Фотографируются Вы делаете Из цветов Ну Это может быть Разные Атрибуты Вообще Очень интересно Летом Использовать Открытые Террасы Открытые террасы Или даже Можно сделать Оформление Свадьбы В лесу У вас были такие Эксперименты Я бы хотела Я тоже бы хотел Провести свадьбу В лесу Только главное Чтобы комаров Не было Да Вот на самом деле Мне бы очень Хотелось Это сделать Но у меня Эко-стиле В эко-стиле Да У меня В моей команде Есть девочка Которая Делала Такую свадьбу И она Потрясающе Провела Это все Как бы Хотелось бы В оформлении И даже С фото-зона Ее можно сделать Используя Опять-таки Природные материалы Это довольно-таки Незатратно Я, конечно Больше Все Если вы обратили Внимание За такие Более натуральные Вещи Я не очень Люблю Использовать Синтетические Материалы Я понимаю Это вам близко По стилю Скорее всего Прованс Стиль Боху Вот эко Все такое Очень Природное Ну да Это как бы Есть такое Есть такое Естественно Конечно Я могу работать И с другими Материалами Да Ну Душа лежит Природным Естественным Краскам Тонам И цветам Да Есть такое Сегодня в гостях У нас была Жанна Гронквист Флорист И Собственник Цветочного магазина Лили Делл Мы говорили о свадебной флористике О том Как можно использовать Не только какие-то Вычурные Дорогие цветы Но и даже Полевые Ромашки Полевые цветочки Могут стать украшением Вашей идеальной свадьбы Это была программа Идеальная свадьба И с вами был Вадим Ансупов Субтитры создавал DimaTorzok